Привет! Уважаемая Наталья, из ваших фондов какой процент института суббота и какой процент института суббота вам доступен? Это очень хороший вопрос. На сегодня мы вступили к конкурентам, это очень звук, очень ограниченная история, потому что мы сейчас выкладываем подпись. И постепенно, по мере образа самих фондов, выкладываем и сайфон. Со следователем мы предлагаем работать таким образом. Когда обисти выложены, следователям можно дистанционно изучить вопрос, который ему интересует, заказать в электронном виде эти дела. И мы сканируем и отравляем все формы облады, естественно, мы предлагаем сейчас, и мы стараемся быть мобильными, несмотря на сложности. А какой процент по цифровке все-таки? Знаете, очень много. Ясно. Но мы делаем, говорите, все возможное. Нет, понятно. И сопротивление преодолеваем. Это сложно стоит дорого. Но, вы знаете, мы сотрудников и коллеги в архиве. Но, тем не менее, мы работаем. Я здесь рассказываю вам, где надо. У вас собственное оборудование, а в оборудовании, где это? У нас собственное оборудование, архивы мы не можем. Это государственные документы. Мы предоставляем только депозитарное хранение. Это документы Российской Федерации. Мы отыгрываем сами. И, главное, приглашаем вас в сотрудничество. Спасибо. А еще вопрос, пожалуйста. Как раз, пожалуйста. А получить всю разоброванную часть фонда возможно? Вы знаете, наш архив в подразделении библиотеки Академии Пушинского. И на сайте, Анатолий Михайлович показывал страницу сайта и подразделение библиотеки «Научные архивы права». Когда вы зарядите посылки, и это будет страница нашего архива, там вы найдете список офисей. И вот выложенный справочник, о котором я говорю. Последний справочник, отлично, используем их в любой. Там есть описание. И постепенно мы выкладываем те документы, они будут находиться там же. То есть вы понимаете, где, да? Это научно-перегореческая библиотека не может быть. Или у вас другой вопрос? Ну, вы можете это сказать? Вопрос такой. Может быть, и библиотека большинства, которое касается вашего архива. Значит, вообще выкладывание электронных ресурсов в интернет вырождает саму идею библиотеки. Библиотека цена чем? Она перестрелила количество читателей, которые приходили, значит, в радиодокументы и так далее. Ну, то же самое архив, не так. Может быть, я ошибаюсь. А когда все равно нужно в интернет, зачем тогда нужно амбиблиотека? Или вы фиксируете количество посещений, как это идет вам в зачет? Я отвечу вам на вопрос, как спасибо на вопрос. Во-первых, мы не все документы выкладываем. Мы показываем часть фонда, что есть. Мы заинтересованы фактически исследователями. Если исследователь может приехать в читательный зал, он приезжает и читает. И работает с этими архивами. А если это удалено, то есть мы таким образом предлагаем инстанционно воспользоваться, изучить архивный зал. Поверьте, у нас есть из Егонии переезжали специалисты. Как они будут, если их это вопрос интересует? Понятно. Тогда... Параллельно работают люди в читательном зале. Мы ведем этот учет. У нас не так просто попасть в наш архив. Необходимо иметь отношение к исследованиям. Понятно. Так вот, тогда было бы целесообразно включить учет электронных посещений. Потому что это какая? Сейчас пришел к пушкум, или он, наверное... Это уже другой вопрос. Ведется ли учет, и все же, кстати, ведется, конечно. И если к нам приходят читатели читательных слов, и если мы общаемся дистанционно, мы также дистанционно учимся. И вот такой ресурс, как директора Димфон, это совершенно, конечно, уникальная вещь, потому что больше диссертаций могут обратиться не в диссертационный фонд. Я не вошел. Я вас стимулирую оцикровать его же диссертационный фонд, посуды от очень нефициентной, но уже есть. Вы не представляете себе какой-то объем информации. Если у вас конкретно есть какая-то тема исследования, вы, пожалуйста, доскушите ее по нашему электронному 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 кругу, вам что же вы заказали? Нет. Я вам скажу. Давайте сейчас перейдем. Спасибо.